добрый день в этом видео хочу рассказать о предстоящем ремонте что нужно сделать где это видео снимается для экономии вашего времени чтобы вам не нужно было приходить на объекты приезжать значит здесь это находится комната на чердаке есть освещение водопровод комната площадью 14 15 квадратных метров самое первое что нужно сделать такой обзор сделаю круговой это выровнять пол вот с этой стороны он вдоль стены просел соответственно нужно его поднять сделать горизонтальным фундамент дома уже укреплен пару лет назад заменили прогнившие там венцы то есть с точки зрения там все сделано и полностью сделан ремонт в комнате которая находится водами буквально вот год назад поэтому я хорошо ориентируюсь в ценах и в 2-3 раза больше чем в прошлом году я как бы не готов тратить за такой же объем здесь я завершаю небольшой демонтаж то есть стоимость это не будет у вас ходить всякие там шкафы убираю там были какие-то вот полки еще остались тоже их убираю и сам вот снимаю старые лет 60 вот эти какие-то панельки и грязь все убираю всю эту пыльную работу делаю самостоятельно дальше я хочу пока еще мастеров доделать здесь но это несколько утепление сколько небольшая такая звукоизоляция больше просто какие-то остатки строительных материалов были просто их вот использовать не обязательно это каменовато это может быть экструдированный пенополистирол в принципе эта комната не требует утепления вот это просто как для заполнения пустот просто здесь вот так вот сделали то есть изначально это было такой сруб с таким косым скосом нам вот мастера сделали год три назад подняли вот эту стену удлинили и сделали менее наклонный скат соответственно здесь вот нужно вот от этой вот несущей несущего бревна сюда тоже наклонную такую сделать крышу здесь здесь на месте вот этих вот старых панелей которые сейчас отдеру всю эту грязь дранку там которая была уберу соответственно тоже поставить металлические направляющие и на них набить о избе вот собственно говоря такие металлические направляющие они вам хорошо знакомы ну то есть если вы там считаете что нужно что-то там потолще или кого-то другого плана тоже готов все это до закупить и организовать доставку там сразу нужного материала вот осталось еще пару панелек там в избе там с прошлого года тоже можем обсудить какой толщины и брать вот значит здесь сам сделал демонтаж расширительного бака потому что у нас от печного отопления мы отказываемся и переходим сейчас сделали нам газ уже год назад вот то здесь тоже есть какие-то там неровности пошли здесь обшита труба вот она идет под потолок соответственно после того как вы наносите вот этот металлический каркас обшиваете все уэсби каких-то там супер прям требований по строгим там абсолютно углам нет то есть ну чтобы визуально было ровно там если там маленький какой-нибудь завальчик который долго сложно там выравнивать то ничего страшного да вот соответственно после этого мы все это вы обшиваете оэсби аккуратно дальше потом все это шлифуете грунтуете то есть там тоже мы материалы покупаем и так шпаклюете и так далее практика показала что очень важно это сделать потому что если не зашпаклевать или саморезы не на на достаточную глубину закручены то потом вот черные эти саморезы просвечивают через обои вот но сверху тоже уэсби все обшиваем но тут уже конечно уже не хотим обои клеить поэтому здесь не требуется такого хорошего там качественного шпаклевания и так далее предварительно рассматриваем вариант того что мы сверху какие-нибудь панели декоративные пластиковые ну чтобы это не смотрелось дешево только вот либо жена хочет доску вот ну такими досочками тоненькими общить но нужно смотреть по ценам что еще вот не определились на пол после того как он будет выровнен и сделаны все стены то есть будет уложен дсп есть такой специальное дсп такого зеленоватого оттенка которая в том числе для влажных помещений предназначена но то есть хотели сначала красить пол но потом же она сказала что ну то есть эти доски не меняем проблема в том что под ними вот примерно такая засыпка стружечная там уже лет и 60 наверное вот тоже пока я не хочу и менять но тоже нужно обсуждать это уже за дополнительную плату нужно думать что там делать с ней вот может быть действительно стоит ее там заменить там на минеральную вату тоже нужно смотреть вот каком-то все состоянии потому что сказать сложно пока вскрытие не произведено вот соответственно если какая-то электрика там небольшая требуется там тоже что когда я буду до 6 сентября в отпуске если где-то там провод кинуть под розеточки то есть как бы это я кину то есть какая-то электрика не требуется главное чтобы было там ну просто провод кинуть под нее там с дырочкой выведены все ну максимум даже то есть что было какое-то место под розетки но если что даже забудете где-то это сделать ничего страшного там можно наружные проводку потом сделать собственно говоря здесь тоже нужно будет это заделать тоже здесь небольшая подготовительная работа виде дополнительную там еще трубочку вывести чтобы здесь когда топит потопить что пар не шел из этой трубы то есть нужно тоже доделать не соответственно на потолок кладем панельки значит по ценам в прошлом году все тоже самое я делал за 90 тысяч вот тоже какая-то семейная пара делала это все без материалов я говорю цены вот поэтому какие-то там предложения в два-три раза дороже без материалов которые мне там предлагают вот ну как бы странно рассматривать да то есть ну не хотелось бы может быть переплачивать извините за какой-нибудь а супер там бригадира как там пишут в отзывах которые даже отвертку на объекте не держал да то есть ну за какой-то там вот руководство тут ничего такого кого-то сложно архитектурного и технического нету вот вот ну вот такие запросы у нас вот после того как вы положите в принципе там простая уже работа укладка ламината не хотим класть линолеум потому что должна быть пар должен выходить положили допустим в нижней комнате линолеум но сразу больше сырости в подвале пришлось дополнительную там дырку сверлить фундаменте бетонным чтобы вот эта влага уходила да потому что иначе там плесень и так далее все это сразу образуется поэтому здесь должно все это дышать дышать и испаряться паропроницаемость должна быть вот соответственно здесь никакого тоже утепления мы не делаем такой холодный чердак просто в какой-то летний сезон чтобы кто-то здесь потом поставить мебель там поставили парочку обычных электронагревателей ну просто чтобы не продувалось ими здесь вмещение и можно было переночевать то есть такой вот вариант летнего чердака ну который хочется уже немножко обустроить и привести в такой божеский вид вот эти как бы нормальные направляющие но проблема с ними в том что они немножко выступают вот извините что длинно рассказываю просто ну реально со мной это быстрее чем вам приезжать на этот объект вот что-то здесь вот сам я очищаю демонтирую выкидываю но естественно когда делаешь это вот в режиме приезда на выходных то это очень все медленно все идет вот ну где-то какие-то вот эти ветхие штукатурки доски вот эти вроде нормальная вот так что так вот все у нас соответственно здесь есть и подъезд асфортированный палитка то есть ну в принципе все стройматериалы какие-то мусор можно даже вот сюда аккуратно бросать ну тут и много не будет вот ну то есть чтобы он там мусор не зашивать под стену и так далее чтобы не было как у нас там меняли фундамент накидали доски какие-то обрезки досок на подвал теперь я пытаюсь трачу время того чтобы все это убрать ну хотя бы вот скидать их хотя бы за окно обрезки какие-то вот спасибо большое за внимание пишите вопросы в комментариях ну какие-то работы там типа уложить какой-нибудь плинтус я там могу и сам сделать чтобы у вас там не задерживать потому что я понимаю что у вас множество объектов вот вот тут куча какой-то дранки ну где-то то есть пиломатериал есть небольшое в наличии досочки там разного размера то есть лежат около сарая вот остатки с предыдущих ремонтов тоже есть поэтому можно все это со мной согласовывать и заказывать вот поэтому мне хотелось бы чтобы была стоимость именно указана работ без материалов вот ну предполагается что у вас есть все инструменты необходимые но какие-то там базовые вещи там если что-то нужно тоже могу предоставить вот каких-то требований по каких-то запениванию там щелей внутрь дома нет ну чтоб не было каких-то сквозняков не продувался сильно дом вот чтобы можно было спокойно переночевать вот сейчас занимаюсь тем что эту дранку всю эту которая осталась убираю вот пишите спрашивайте какие у вас вопросы значит ну чтобы вам было интересно да работать с объектом потому что вам тоже нужно какой-то объем работ там есть еще две таких же комнаты в которых теоретически тоже требуется ремонт они просто принадлежат нашим вот эта комната еще нашему родственнику соответственно тут тоже как минимум нужно крышу будет сделать ну и с ним договориться тоже может какие-то его работы интересуют по его комнатке вот и в дальнейшем у нас просто как мы сделаем ремонт в этой комнате у нас здесь еще есть еще одна комната которая пока вот как склад используется для вещей ну стараемся по возможности вот это все барахло выкидывать что-то вот ну какие-то вот там старые телевизоры и так далее шкафы какие-то разобранные ну у всех я думаю многих так вот тоже все здесь тоже будет аналогичный ремонт делаться ну здесь чуть получше да как бы изначальное состояние соответственно что еще можно добавить может быть требуется еще будет замена двери вот как я уже сказал электрику дальнейшую я сам самостоятельно сделаю она не требуется а еще совсем забыл сказать значит здесь снаружи дополнительная работа ну стоимость она там отдельно задание у меня оформлена сделать сайдинг а вот здесь еще собачки вот наружу сайдинга мы просто ищем сейчас цвет сайдинга вот спасибо большое за внимание вот пишите, выдавайте вопросы в описании у нас есть присоединяйте вот и